Продукцию из мяса оленя, выпускаемую в Ненецком округе, планируют поставлять во Францию, Австрию, Италию, Испанию, Чехию, Польшу. Сегодня планы на будущие достигнутые результаты обсудили в рамках подведения итогов года оленеводства, который был объявлен в Ненецком округе в прошлом году. Что все-таки удалось сделать за 12 месяцев для развития оленеводства, расскажет Любовь Пермякова. В год оленеводства главная отрасль региона совершила значительный прорыв вперед. В 2018 году внесены изменения в закон, который касается социальной поддержки жителей севером, ведущей традиционную деятельность. Сдвинулось место строительства жилья для оленеводов. Впервые за многие годы в программу поддержки отрасли включена инвестиционная субсидия в целях компенсации затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Которые в отрасли воспользовались СПК Индига, индивидуальный предприниматель Семяшкин, СПК Ерфы, СПК Ижинские оленеводы и компании. На все это было потрачено с этой целью на поддержку 24,7 миллионов рублей. Возвоблена финансовая поддержка семейно-родовых общинок и иных младшистых народов севера, не являющимися сельхозтоваропроизводителем. На наращивание поголовья с северных холей и с этой целью около 3 миллиона 700 тысяч человек. Также в прошлом году была продолжена работа по восстановлению оленеводства на острове Колгуев, где с 2013 года наблюдается массовый падеж. Туда было завезено 20 важных стелятами из малоземельской тундры. Результатом такой хозяйственной работы стал значительный прирост поголовья, а это порядка 800 голов. С совместными усилиями органов власти удалось сохранить права СПК «Рассвет севера», который в результате незаконных действий третьих лиц мог лишиться 8-тысячного поголовья оленей и прав на олени пастбище. В результате чего хозяйство принесло значительные убытки. Сейчас вопрос решен в пользу СПК «Рассвет севера» и СПК начинает восстанавливать свое хозяйственное действие. Буквально в субботу мы вместе с депутатами были, в этом хозяйстве видели желание работать, заинтересованность. Поэтому будем стараться им помогать, потому что без нашей помощи они не способны выйти на прежний уровень. Но в любом случае в этом году 90 тонн мяса они заготовили. Также в год оленеводства завершилось строительство модульного передвижного убойного пункта в поселке Нельминнос. Началась реализация международного проекта «Кол Арктик». Сейчас проводится работа по включению оленеводческих хозяйств НАУ в реестр предприятий, имеющих право на вывоз продукции в страны Евросоюза. Данная мера позволит получать хозяйственным дополнительный доход и расширит рынок сбыта продукции. Всего в 2018 году на поддержку и развитие оленеводства в регионе было направлено свыше 237 миллионов рублей. Из них 35 миллионов из федерального бюджета. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».